Всем привет вы на канале планета земля и сегодня мы поговорим о птеродактиле да и не только эти летающие драконы если кто не знает давно вымерли но они от этого не стали менее интересны со всеми летающими крокодилами которые ученые прозвали птерозаврами птеродактиль это разновидность птерозавров и если вы считаете что они были огромными то в некотором мере вы все же правы но спешу вас удивить ученые нашли скелеты которые принадлежали настолько малым особям птеродактиля которые по размерам не больше нынешних ворон но и не меньше воровья раскопки показали что летали они над восточной африкой америкой западной европой австралии и даже россией а если еще покопаться то и скорее всего летали там где хотели на нашей планете маленькие вели такую же жизнь как и нынешние птицы то есть питались древними насекомыми сидели на ветвях древних деревьев крупные особи питались рыбой это что бегала и прыгала покрупнее жили в стае и весь день летали в поисках пищи а ночью спали кстати засыпали они в таком же положении как и летучие мыши то есть цеплялись лапами за ветви деревьев и опускались вверх тормашками помимо схожести в отдыхе у них была еще одна похожая особенность способ взлета просто падали с поверхности вниз и распускали крылья иначе взлететь они не могли крылья в отличие от многих других птерозавров не были покрыты шерстяным покровом они состояли из голой кожи скелет был легкий так как кости полы у некоторых присутствовал небольшой хвост но в основном его могло и не быть зато зрение было отличное среда обитания птерозавра была очень разным это определялось разнообразием видов птерозавров особенно строением их шеи головы и зубов некоторые птерозавры были беззубами и скорее всего питались растительностью у других видов были длинные клыкообразные зубы которыми было удобно ловить рыбу некоторые питались насекомыми а также были виды которые питались мелкими моллюсками перепонки на ступнях некоторых птерозавров говорят о том что они скорее всего могли держаться на воде, как утки. Множество останков птерозавров найдено в речных, морских и озерных отложениях. И это говорит о том, что некоторые особи обитали в океане, как альбатросы. Передние и задние конечности были длинными, что вовсе не соответствовало размерам тела. На передних лапках было четыре пальца, один из них был частью крыла. Оставшиеся три пальца имели когти. И что точно у них было, так это крылья. Крылья птерозавров были большими, их размах мог достигать восьми метров. Понятно, что у тех, кто и размера был не последнего, ну и это просто невероятно. И это только начало. Давайте копнем немного глубже, а именно на 100, а лучше на 200 миллионов лет назад. Птерозавры это летающие рептилии, которые жили с конца триасового периода, около 200 миллионов лет назад. Популяция птерозавров была распространена по всему миру и исчезла с лица земли в то же время, что и популяция больших динозавров, около 65 миллионов лет назад. Птерозавры не были динозаврами сами по себе, но были тесно связаны с ними. Многие ученые относят динозавров и птерозавров к одной группе. К сожалению, птерозавры не оставили никаких потомков после себя. Наиболее близкие связи с ними имеют крокодилы, которые совсем на них не похожи внешне, и птицы, которые хотя и умеют летать, как птерозавры, имеют абсолютно иное строение крыла. Кроме того, способность птиц летать появилась в результате эволюции независимо от птерозавров. В 1784 году Александра Калини, который заведовал большой коллекцией ископаемых в Мангейме, сделал первые записки о найденных останках птерозавров, но не знал, что это за находка. А в 1801 году французский анатом Жорж Кувье установил, что найденные окаменелости были останками ранее неизвестного вида рептилий, которые могли летать. В 1809 году именно Кувье назвал животное птеродактиль. В начале 19 века ученые считали, что было только два или три вида птерозавров. Но к концу века ученые открыли много новых видов и разделили птерозавров на две группы. У одной группы был длинный хвост и маленькие ноздри. Эта группа птерозавров называется рамфаринхи. Ко второй группе отнесли птерозавров с коротким хвостом. Недолго думая, они и назвали этих короткохвостых птеродактилей. В отличие от рамфаринхов, у птеродактилей был еще и гребень на голове. Но в начале 21 века ученые открыли вид рамфаринхов, у которых также был гребень. Ученые были расстроены, когда в 21 веке был найден вид птерозавров, который не входил ни в одну из этих групп. Большинство этих птерозавров нашли в Китае и Англии. У этих птерозавров к тому же длинный хвост. Это было типично для рамфаринхов. Но их череп был похож на череп птеродактилей. Эта группа птерозавров и сейчас детально изучается. Этот вид многое может рассказать о том, как птеродактилей эволюционировали из рамфаринхов. Так как же ученые узнают столько об этих птицах, не птицах, которых нет? Обычно ученые исследуют птерозавров на ископаемых образцах, которые хранятся в коллекциях музеев по всему миру. Лучшие коллекции находятся в Европе, а именно в Музее естественной истории в Лондоне, в Баварской государственной археологической коллекции в Мюнхене, в Государственном музее естествознания Карлс-Руи также есть несколько сотен образцов в музеях Китая. Некоторые исследователи проводят полевые работы в попытке открыть новые виды птерозавров. Это рискованные попытки, потому что кости птерозавров встречаются очень редко и всегда есть много шансов, что экспедиция пройдет впустую. Тем не менее, в мире есть несколько мест, где можно найти много останков птерозавров, но полные скелеты почти не встречаются даже там. Роланд Поскал нашел около 50 полных скелетов птерозавров за свою жизнь, но он проводил личные раскопки для своей коллекции окаменелостей. Отличить кости птерозавров от костей динозавров обычно очень легко. Кости динозавров обычно полые, но не такие полые, как у птерозавров. Кости крыльев птерозавров длинные и тонкие, и их легко распознать. Из-за того, что птерозавры были летающими рептилиями, их скелет очень сильно отличается от скелета других животных. А еще в результате изучения эволюции способности летать у птерозавров стало для ученых большой проблемой. Строение крыльев птерозавров отличается от строения крыльев птиц, летучих мышей и насекомых. Хотя у всех этих видов и есть общие черты. Сейчас ученые пытаются понять строение крыльев птерозавров. Сохранились останки как больших, так и маленьких особей. Некоторые кости сохранились очень хорошо и можно рассмотреть, как работал каждый сустав. Также есть интересные образцы из Германии и Казахстана, у которых сохранились мягкие ткани крыла. Но ученые так и не нашли никакого промежуточного вида, который связывал бы летающих птеродактилей и их нелетающих предков. Поэтому непонятно, как у птерозавров появились крылья. Еще одна особенность останков птерозавров – это гребень на голове, иногда с цветной окантовкой, который скорее всего говорит о том, что они хотели выглядеть красиво для своих самочек, как и многие самцы у животных, которые нас окружают. В 20 веке ученые нашли много новых видов птерозавров. Они относятся к триасовому, юрскому и меловому периодам. За последние 20 лет было найдено в два раза больше видов птерозавров, чем за последние 200. Важно, что среди этих находок были такие, которые позволили исследовать птерозавров. В Аргентине и Китае ученые нашли яйца птерозавров с эмбрионами внутри. У найденных эмбрионов развитые скелеты, похожие на скелеты взрослых особей. Это говорит о том, что птерозавры учились летать спустя очень короткое время после рождения. В Китае и Бразилии ученые нашли места гнездования. Это значит, что птерозавры, скорее всего, гнездились группами. Проводилось множество исследований, в которых исследователи пытались посчитать массу тела птерозавров. Выяснилось, что они были гораздо тяжелее, чем предполагалось ранее. Интересно, что такие виды птерозавров, как Кецкалькуатли, были настолько тяжелыми, что большую часть времени проводили на Земле. Также известно, что птерозавры летали с опущенной вниз головой, и это отличает их от птиц. Остается много открытых вопросов, но каждый год ученые находят все новые виды птерозавров, и это позволяет выяснить дополнительные детали. В последние годы появились новые техники исследования птерозавров. Самая интересная из них — компьютерная томография. Она позволяет палеонтологам увидеть внутренние детали костей. Самые мощные аппараты позволяют рассмотреть даже останки, которые не отделены от камня. Благодаря этому ученые получают удивительные результаты. Это и многие другие техники позволили проанализировать останки птерозавров, которые ученые находили на протяжении столетий. Будущее исследований птерозавров представляется ярким. А может скоро их начнут и разводить? Вот было бы здорово увидеть живого птеродактиля хотя бы маленького размером с ворону. Не говоря уже о гигантах, которые летали на нашей планете задолго до нашего с вами появления. А на этом все. Пишите в комментах, хотели бы вы прокатиться на летающем птеродактиле. И спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписываемся, не забываем ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает продвижению. С вами был канал Планета Земля.